Это Кочетков Алексей Иванович, доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии Российской последипломной академии. Сложности введения больных с поствирусным сердечно-сосудистыми проявлениями алгоритма диагностики и коррекции терапии. Пожалуйста. Глубоко уважаемые коллеги, добрый вечер. Конечно, когда мы говорим о поствирусных изменениях в сердечно-сосудистой системе, в современных реалиях, безусловно, мы имеем в виду новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и те последствия, те осложнения, которые может давать данное заболевание, данная инфекция на прежде всего сердце. Какие это последствия? Это острое повреждение миокарда. Мы хорошо помним, что кардиомиоциты, в них тоже представлен тот самый ангиот-1, превращающий фермент второго типа, с помощью которого SARS-CoV-2 проникает в ткани, в клетки и оказывает свое негативное действие. В данной ситуации негативные действия на кардиомиоциты. Дестабилизация существующих сердечно-сосудистых заболеваний. Каких? Это усугубление потребности миокарда в кислороде, особенно если есть у пациента сопутствующая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония. Мы хорошо понимаем, что и в постковидную фазу, после острой фазы течения данного заболевания, пациенты не так хорошо привержены к лечению, не так хорошо контролируют артериальное давление, не так тщательно держат его в целевом диапазоне, что, безусловно, тоже сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Ну и что говорить, терминальная стадия кардиовускулярного континуума, хроническая сердечная недостаточность, особая категория пациентов, они тоже страдают на фоне вот таких поствирусных изменений в сердечно-сосудистой системе и, прежде всего, в центральном органе, в миокарде. Хроническое повреждение сердечно-сосудистой системы. Что это? Есть очень интересные данные, что на фоне перенесенной острой вирусной инфекции, да, уже стадию ремиссии в исследованиях было показано, что даже вот на протяжении до 10 лет вот то воспаление низкой степени выраженности, оно персистирует и оказывает свои неблагоприятные влияния тоже на сосуды и на сердце. Это и рост атеросклеротических бляшек, потенцирование атерогенеза, их дестабилизация и, к сожалению, да, все те острые коронарные события, которые могут у пациентов наблюдаться. В некоторых исследованиях было продемонстрировано, что отсрочено на протяжении нескольких лет пациенты, которые переносили пневмонию, у них наблюдаются и нарушения липидного обмена. Это все связано так или иначе вот с респираторной вирусной инфекцией, которая оказывает вот такие персистирующие длительные эффекты на сердечно-сосудистую систему. Наконец, лекарственно-индуцированные дела, лекарственно-индуцированные заболевания, кардиотоксичность противовирусных препаратов. Сейчас, к счастью, из наших рекомендаций ушли противомалярийные препараты, но остались макролиды, которые так или иначе могут применяться у пациентов, если присоединяется бактериальная инфекция. А какие риски с ними ассоциированы? Конечно, удлинение интервала КУТ, риски жизнеугрожающих желудочек, тахикардии, прежде всего тахикардии типа пироид. Да и, в принципе, инновационная стратегия терапии пациентов с COVID-19, в том числе использование моноклональных антител для терапии цитокинового шторма тоже могут оказывать свои негативные эффекты на кардиомиоциты. То есть, вот такие последствия COVID-19, если напрямую говорить, может оказывать на оселечесосудистую систему. И в настоящее время уже ни для кого не секрет, что не только особое внимание мы уделяем острой коронавирусной инфекции, но есть такое понятие, как лонг-COVID, либо постковидный синдром. В 2021 году вышли наши документы, согласительные консенсусные документы по ведению пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Вот один из них – особенности комплексной кардиологической и респираторной реабилитации. Экспертами Института профилактической медицины тоже разработаны свои методические пособия по диспансеризации, по углубленной диспансеризации пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Там тоже есть алгоритм, который позволяет заподозрить у пациента постковидный синдром. Что же такое, согласно нашим российским экспертам, постковидный синдром? Это стойкие симптомы или отсроченные, или долгосрочные осложнения по истечении четырех недель с момента появления симптомов. То есть наши российские эксперты дают нам рубикон четыре недели. Вот после него, если у пациента сохраняются те или иные симптомы, мы можем констатировать возможное наличие у пациента постковидного синдрома. Экспертами Великобритании, английскими экспертами рекомендации общества NICE были тоже разработаны рекомендации Национальным институтом здравоохранения Великобритании. Там тоже зарубежные эксперты выделяют такое понятие, как лонгковид, постковидный синдром. Даже данная нозология, она внесена в МКБ 10, да, специальный код присвоен данному состоянию. И вот постковидный синдром за рубежом, там все-таки рубикон 12 недель. Признаки симптомы, появившиеся во время или после инфицирования COVID-19, которые сохраняются более 12 недель и не объясняются каким-либо альтернативным диагнозом. То есть, да еще раз подчеркиваю, не только острое состояние, но и отсроченные изменения. Изменения, когда пациент перешел в фазу ремиссии, когда мы побороли коронавирус все равно, они остаются и сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Есть у нас данные регистровые уже, какие наиболее частые нарушения со стороны сердца наблюдаются у пациентов с COVID-19. Но здесь в аспекте больше ЭКГ-диагностики, какие наиболее частые изменения со стороны сердца. Вообще, надо сказать, что наиболее часто, конечно, наблюдается у пациентов тахикардия. Это вот такое характерное для поствирусных изменений нарушение со стороны сердечной мышцы. Есть, конечно, эпизоды, да, есть отдельные пациенты с брадикардией, но это единицы, на самом деле, подавляющее большинство. Это вот суправентрикулярные тахикардии, есть дебют фибрилляции предсердия, описаны такие клинические случаи, правда, с восстановлением синусового ритма даже, да, на фоне того, когда пациент излечивался от новой коронавирусной инфекции. Вот здесь представлено 41% декомпенсации сердечной недостаточности, различные острые изменения, при том, да, инфаркт миокарда разных типов и первого, и второго типа, связанные с особенностями метаболизма и, да, вот теми токсическими эффектами, которые оказывает новая коронавирусная инфекция на миокард. Нарушение проводимости, трепетание очень тесно, взаимосвязанное с фибрилляцией предсердия, удлинение интервала КУТЭ. Есть, да, интересное описание, единичные клинические случаи, что даже, да, синдром токацуба у таких пациентов наблюдается, то есть такая балонообразная стрессовая, стресс-индуцированная дилетация полости левого желудчика, что говорит, конечно, о, да, вегетативном дисбалансе и участии, конечно, симпатической нервной системы, вот в таких, да, постковидных изменениях у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Очень часто у пациентов наблюдаются боли в груди после перенесенной коронавирусной инфекции. Вот данные одного из исследований, 143 пациента, 2 месяца период наблюдения. Мы видим, что ряд респондентов около 20% пациентов отмечали наличие болевого синдрома и лишь 18% не имели никаких других симптомов, да, после перенесенной коронавирусной инфекцией, а у более чем половины пациентов оставались 3 и более симптомов. Боль в груди, вот такая, да, тоже картина со стороны сердечно-сосудистой системы может наблюдаться у пациентов. Мы понимаем, да, безусловно, реакция плевры может быть у больных, могут быть другие причины, но все-таки нам необходимо исключать острое состояние, это состояние, связанное с ишемией миокарда. Здесь, к сожалению, да, не прорисовались подписи вот к диаграммам, на самом деле здесь еще важные такие, да, данные, свидетельствующие о вовлечении сердечно-сосудистой системы в процесс у пациентов с COVID-19 после даже перенесенной острой инфекции. 28% пациентов отмечали субъективно повышение частоты телечных сокращений, около 30% пациентов в данном исследовании отмечали сердцебиение, да, то, что здесь, да, указано стрелочками, но, к сожалению, не прорисовалось тоже субъективно, боли в груди, да, это тоже были те симптомы, которые сохранялись у пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции. И здесь обратите внимание, уже 79 дней после острой фазы новой коронавирусной инфекции существенно большее количество пациентов, более 2000 больных. То есть мы видим, что так или иначе повышение ЧСС, боли в груди, они довольно часто сопутствуют вот тому состоянию, которое мы называем сейчас постковидом, лонгковидом, который так или иначе нам необходимо, да, диагностировать и лечить. Какие же процессы играют роль, да, на подфизиологическом уровне, в вот тех изменениях в сердечной мышце, которые клинически пациентами отмечаются, описываются в виде сердцебиения, боли в грудной клетке, да, и изменений со стороны сердца. Конечно, персистирующее воспаление, о котором я говорил, и воспаление низкой степени выраженности на фоне перенесенной вирусной инфекции, оно может долго сохраняться, оно ведет к миозиту, к сожалению, вызывает гибель кардиомиоцитов, а дальше это все профибротические изменения и уже, да, нарушение механики левого желудочка. Играет, безусловно, роль, огромную роль дисфункция вегетативной нервной системы, это патологическая афферентация к сердцу и развитие такого интересного синдрома, как синдром пастуральной ортостатической тахикардии, свидетельствующий опять вовлечение в процесс вегетатики, а конкретно вовлечение в процесс симпатической нервной системы. То есть вот эти все изменения в комплексе, к сожалению, приводят, да, к неблагоприятным последствиям, к декомпенсации уже существующих пациентов, существующих заболеваний у пациентов с перенесенным в анамнезе COVID-19. Каких заболеваний? Еще раз подчеркиваю, прежде всего, конечно, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность. А вот он, синдром пастуральной ортостатической тахикардии. Тоже есть описание, появились публикации о том, что пациенты, которые перенесли COVID-19, у них регистрировались вот такие интересные клинические наблюдения. Синдром пастуральной тахикардии впервые был описан в 1993 году. Реальная его распространенность недостаточно, конечно, изучена. Это отдельное описание клинических случаев, но там показано, что чаще всего наблюдается он у молодых лиц в возрасте между 13 и 40 годами. 90% из таких пациентов – это женщины. Какие диагностические критерии? Стойкая в течение 10 минут повышение частоты сердечных сокращений, более 30 ударов в минуту у взрослых при переходе из положения лежа в вертикальное положение при отсутствии ортостатической гипотонии. Напоминаю, уважаемые коллеги, что повышение ЧСС – это очень хороший маркер, рутинный маркер гиперсимпатикотонии, повышение активности симпатического отдела нервной системы. И в новых действующих рекомендациях, правильнее сказать, по артериальной гипертонии ЧСС больше 80 ударов в минуту, новый фактор риска у больных с гипертонией. И, конечно, нам необходимо применять пульсорежающую терапию, воздействовать на это проявление. Но возвращаемся к синдрому постуральной ортостатической тахикардии. Есть и клинические критерии. Обратите внимание, вот они – сердцебиение, кардиология, головокружение, сопутствующие состояния, хроническая усталость, головная боль. И вот то, что опубликовано в современных журналах. Триггерным фактором для развития или усугубления синдрома постуральной ортостатической тахикардии является вирусная и бактериальная инфекция. И у пациентов с COVID-19 из разных мест нашего земного шара поступают сообщения, что на самом деле такая ситуация регистрируется, такое состояние наблюдается. И опять, вегетативная нервная система на фоне вот такой острой вирусной инфекции, к сожалению, приходит дисбаланс. И такая активация симпатической нервной системы, она довольно длительно персистирует и может наблюдаться у пациентов даже в период по истечении острых проявлений новой коронавирусной инфекции. Вот, да, порочный круг и гиперсимпатиктония, как такое существенное изменение, осложняющее ведение пациентов с COVID-19. COVID-19, различные острые триггерные факторы, это гипоксия, это стресс, эмоциональное повреждение, потрясение, сопутствующая активация, кстати, ренин, ангиотензин, альдостероновые системы, мы хорошо знаем, что и симпатика, и раса, они тесным образом взаимосвязаны. В югстаглумерлярной зоне почек есть БТ-1 рецепторы, две системы активируются. Это, к сожалению, еще больше усугубляет те коморбидные состояния, которые есть у тяжелого пациента с COVID-19. COVID-19, мы понимаем, да, тяжело течет тогда, когда есть хронические заболевания, хронические заболевания, в том числе, сречесосудистая система, артериальная гипертония, да, ну, сахарный диабет, само собой, это вот, пожалуй, наиболее частые сопутствующие заболевания, которые ведут к тяжелому течению COVID-19. В свою очередь, организм пытается так или иначе поддержать уровень кровообращения, поддержать функциональное состояние сречесосудистой системы на должном уровне, еще больше активируется симпатика, еще больше усугубляются поражения сердца, сосудов, почек. Мы помним, что гиперсимпатикотония – это и, опять, усугубление и воспаление, и повышение потребности миокарда в кислороде, это влияние на почечный аппарат, да, те процессы, которые ведут к гломировому склерозу и, да, дисфункция почечного аппарата. То есть порочный круг замыкается, и так или иначе, вот одним из триггерных факторов является активация симпатоадреналовой нервной системы. Как я подчеркивал, повышенная ЧСС, ЧСС выше 80 ударов в минуту – это очень такой хороший рутинный маркер активации симпатики, гиперсимпатикотонии. И не зря в действующих рекомендациях повышенная ЧСС является фактором риска. Огромное количество исследований наших, российских, зарубежных демонстрирует взаимосвязь повышенной ЧСС и с инфарктом, и с инсультом, и с внезапной сердечной смертью. Есть даже интересные данные о взаимосвязи тахикардии, повышенной ЧСС, даже с онкологической патологией. Но вот в контексте рисков развития ишемической болезни сердца и докомпенсации состояния у больных с ЭБС, какие здесь допад физиологических взаимосвязей с повышенной ЧСС. Повышение, конечно, опять потребности миокарда в кислороде, нагрузка на сосудистое русло, нагрузка на атеросклеротические бляшки, если так можно выразиться, то есть создание предпосылок для их дестабилизации, прогрессирования атеросклероза, отрыва бляшки, да, и уже вот тех острых коронарных событий, которые, к сожалению, в ряде случаев могут оказаться для пациента фатальными. И артериальная гипертония, как один из факторов, усугубляющих течение COVID-19, она тоже играет существенную, важную роль. Вот обратите внимание, почти 3000 пациентов в данном исследовании было включено, ретроспективное исследование. По мере того, как растет степень артериальной гипертензии, по мере того, как повышается уровень артериального давления, повышаются риски смерти, септического шока, дыхательной недостаточности, острого аспираторного дистресса синдрома, то есть ухудшается течение COVID-19, ухудшается состояние пациента и создаются предпосылки для, к сожалению, неблагоприятного исхода. Много мнений связывают, много мнений экспертов есть, да, почему вот именно повышение артериального давления, почему артериальная гипертензия оказывает такое неблагоприятное влияние на состояние пациента с COVID-19, но сходится во мнении, но это лишь мнение, да, что это бремя все-таки поражения органов мишени. Чем выше артериальное давление, тем выше степень поражения сердца, сосудов, почек у пациента, и, конечно, это является субстратом для более тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. А это вот наши российские данные, данные московские, если правильнее сказать, осложнения после перенесенного COVID-19 у госпитализированных пациентов в кардиологическое отделение больницы имени Виноградова. Опять нарушение ритма сердца, пароксизмальное, да, тахиаритмии трепетания, фибрилляция предсердий, дестабилизация артериального давления, декомпенсация хронической сердечной недостаточности. То есть мы видим, да, очень похожую картину на общемировую. К сожалению, вот, да, сречисосудистая система очень-очень часто поражается при наличии у пациента, при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Какие же подходы у нас есть к диагностике постковидного синдрома? Напоминаю, что разработаны у нас методики углубленной диспансеризации пациентов. Это специалисты медицинской терапии и профилактической медицины. На их сайте представлены методические пособия по проведению профилактического осмотра и методические пособия по, да, тому, какие наиболее часто задаваемые вопросы возникают как у пациентов, так и у медицинского персонала. С ними можно ознакомиться, с этими рекомендациями можно ознакомиться в открытом доступе. И вот она, углубленная диспансеризация. Здесь ниже представлены те аспекты, те алгоритмы диагностики, которые должны применяться у пациентов, перенесших COVID-19 для того, чтобы более углубленно оценить степень поражения органов-мишений на фоне перенесенной новой коронавирусной инфекции. С ситуацией крови, кислородам, это 6-минутной ходьбой, да, более углубленная биохимия, спирометрия, безусловно, и ряд других обследований. И есть вот такой интересный опросник, да, появление постковидного синдрома, лонг-ковида, то есть у нас в нашем арсенале есть определенные алгоритмы, определенные стратегии, они уже разработаны, мы с вами можем выявлять и это изменение, это состояние у пациента, и, конечно, возникает вопрос, каким же образом мы можем подходить к терапии этого состояния. Мы видели, что, к сожалению, именно гиперсимпатикотонии, повышение активации, повышенная активность симпатической нервной системы оказывает центральное негативное влияние на течение как COVID-19 в острой фазе, так и лонг-ковида. И, безусловно, бета-блокаторы, конечно, высоко селективные бета-блокаторы могут нам оказать здесь и оказывают существенную помощь. Если у пациента есть признаки гиперсимпатикотонии, повышенная ЧСС, если у пациента есть сопутствующая артериальная гипертония, бета-блокаторы, конечно, здесь нас выручают, они блокируют активность симпатической нервной системы, напоминаю, что симпатика, она тесным образом связана с ренино-ангиотезиндостероновой системой, блокируя симпатику, мы так или иначе несколько подавляем активность РААС, тем самым снижается экспрессия ангиотезин, превращающего фермента второго типа, а это важно в контексте все-таки проникновения SARS-CoV-2 в клетки и в том числе повторного инфицирования пациентов, уже перенесших ранее COVID-19. Есть данные, что бета-блокаторы влияют и на экспрессию интерлекина-6, это центральный медиатор в контексте кстокинового шторма, он запускает секрецию муцинов, и как раз гиперсекреция мокроты, острый эспираторный дистресс-синдром, это все связано именно с интерлекином-6. То есть легочные альвеолоциты второго типа, они продуцируют сурфактант. Тоже бета-блокаторы могут защищать их, для того, чтобы поддерживать секрецию сурфактанта, для того, чтобы поддерживать нормальное натяжение альвеола, обеспечивать должный объем поступления, соответственно, кислорода в организм пациента. Гиперсимпатика-то не, это еще и гиперкоагуляция. Мы помним, что симпатика, она влияет на реологические свойства крови, она стимулирует так или иначе тромботические изменения, повышает агрегационную способность тромбоцитов. И здесь бета-блокаторы могут оказать дополнительное, не говорю, что это основное, антикоагулянты должны применяться, дополнительное влияние для такого благоприятного исхода у пациента с COVID-19 и сопутствующей сидящей сосудистой патологией. И есть у нас данные, что бета-блокаторы, прием бета-блокаторов, он ассоциируется с меньшим риском смерти при лечении в условиях интенсивной терапии у пациентов с артериальной гипертонией и COVID-19. Вот только именно бета-блокаторы наилучшим образом продемонстрировали до снижения вот такого риска преждевременной смерти у больных с COVID-19. Какой же бета-блокатор выбрать? Безусловно, эталонным референсным бета-блокатором является бисфролол. С одной стороны, это крайне высоко селективный бета-блокер, в 20 раз более он высоко селективен в отношении бета-1 рецепторов. С другой стороны, это амфифильный препарат, то есть он не только в крови действует, но и проникает в ткани, и там оказывают свои органопротективные свойства. Высокая селективность – это, конечно, очень хороший профиль метаболической безопасности и отсутствие влияния на бета-2 рецепторы, что тоже важно у пациентов, которые перенесли легочные заболевания. Это так или иначе важный аспект ведения таких пациентов. И, конечно, у нас есть референсный оригинальный бисфролол, препарат Конкор. Выпускается он в разных дозировках, 2,5 мг, чтобы воздействовать как раз на повышение ЧСС, на вот те признаки гиперсимпатикотонии. Есть дозировка 10 мг, есть 5 мг. И, уважаемые коллеги, все-таки хочу обратить ваше внимание, что бета-блокаторы, они входят в число 5 основных классов антигипертензивных препаратов. Если мы откроем европейские рекомендации, то увидим, что бета-блокаторы никоим образом не устарели. Они находятся в числе препаратов в первой линии лечения артериальной гипертонии. Но опять, да, конечно, чаще мы их применяем, когда у пациентов есть признаки гиперсимпатикотонии, повышенная ЧСС, когда у пациентов есть сопутствующая коморбидность, ИХСН, ИБС. Но, да, это те препараты, которые входят в число основных 5 классов препаратов для лечения артериальной гипертонии. И если вот рассматривать артериальную гипертонию и COVID-19, то, безусловно, мы понимаем, что для терапии артериальной гипертонии в настоящее время применяются именно фиксированные комбинации, комбинированная антигипертензивная терапия, стратегия одной таблетки, фиксированные комбинации. И возникает вопрос, какую же терапию выбрать такому пациенту, у которого на фоне COVID-19 дестабилизировались цифры артериального давления, у кого есть сопутствующая артериальная гипертония. Вот есть интересные данные, что пациенты, которые принимали амуэдипин, они показали лучшую выживаемость на фоне перенесенного COVID-19. 90 пациентов было включено в данную работу. Вот здесь разбивка по разным гидроперидиновым антагонистам кальция, только амуэдипин продемонстрировал наилучшую выживаемость у таких пациентов. С чем это связано? Ну, амуэдипин – это, да, тоже эталонный представитель в классе антагонистов кальция, длительно применяющийся препарат, имеющий сверхдлительный период, кстати, действия. И вообще ионы кальция – они универсальные медиаторы в ряде подфизиологических процессов в нашем организме. В том числе они участвуют и в прикреплении SARS-CoV-2, его интернализацией в клетку. Ионы кальция необходимы для этого процесса. Амуэдипин, да, обладает такой очень высокой активностью антагонизма в отношении ионов кальция, как раз и оказывает дополнительные протективные эффекты. Вот именно с этим связаны, вероятнее всего, вот такие результаты, что выживаемость пациентов была лучше на фоне применения именно амуэдипина. Есть данные инвитро, да, это лабораторные данные, что амуэдипин подавляет инфекционность SARS-CoV-2 в эпителиальных клетках легких. Вот здесь применялся данный антагонист кальция, и мы видим, по мере того, как увеличивается его концентрация, подавляется инфекционность нового коронавируса. То есть, в принципе, да, для контроля артериального давления, для контроля частоты сречных сокращений, очень хорошая комбинация у пациентов, перенесших COVID-19, имеющих признаки повышенной активности симпатической нервной системы. Это комбинация бисопролола и амуэдипина. Бисопролол, с одной стороны, референтный, эталонный бета-блокатор, в первую очередь, конечно, подавляет гиперсимпатику к тайнею, снижает ЧСС, новый фактор риска у пациентов с артериальной гипертонией, оказывает антиангенальные действия, и мы видим, что он оказывал благоприятные влияния на пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И амуэдипин, да, тоже синергично оказывает похожее, благоприятное влияние на таких пациентов. И обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, есть у нас и такая таблетка, да, стратегия одной таблетки работает. Фиксированная комбинация Concor AM, разные дозировки 5 плюс 10, 10 плюс 5, минимальная дозировка 5 плюс 5, максимальная доза. То есть, да, все те алгоритмы, все те инструменты для персонификации антигипертензивной терапии и до стабильного, до обеспечения стабильного контроля артериального давления, в том числе в условиях, да, новой коронавирусной инфекции, в том числе у пациентов, которые перенесли COVID-19 и, да, имеют признаки постковидного синдрома. Безусловно, фиксированные комбинации – это, да, дополнительное преимущество в виде хорошего профиля безопасности и высокой приверженности к терапии. И снижая количество таблеток, мы, конечно, снижаем и повышаем приверженность пациентов к лечению, снижаем необходимость, да, помнить пациенту, что необходимо принять очередную дозу препаратов. Вот высокая приверженность показана на фоне приема Concor AM, до 98% пациентов продолжили терапию, да, применять данный препарат. Глубоко уважаемые коллеги, в рамках отведенного мне времени я постарался осветить, да, важные вопросы контроля артериального давления у пациентов с COVID-19. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо, есть тут вопросы, да. Я бы хотел с первого вопроса, а вы рекомендации МГНОТа по COVID-19 и постковиду видели? Павел Андреевич, к сожалению, да, не видел. С европейскими ознакомился, с нашими российскими. Они тоже российские наши, вообще-то говоря, поскольку мы закоперщики, это мы придумали постковидный синдром, то было бы неплохо с ними ознакомиться и хотя бы как-то их цитировать. Обязательно. Вот, так, как вы считаете при возникании трепетания при церкви в период острого ковида, когда можно начинать решать вопрос РЧА? Ну, надо острый ковид сначала вылечить, наверное, уже потом оценить состояние левого ковидного 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 ковида. Вылечивание-то и нарушение ритма уйдет. Во всяком случае, такие описания есть в литературе сейчас, опубликованы такие клинические случаи. Ну, тут Коктурский у нас на прошлой неделе читал лекцию по морфологии, и он как раз говорил о том, что есть изменения взаимодействия кардиомиоцитов между собой, морфологии, видимые глазом, грубо говоря, да, на уровне там всяких каналов и так далее, что это может влиять на проведение и, соответственно, на ритмию. Ну, пока это всё на уровне разговоров, но, тем не менее, конечно, сначала надо освободиться от инфекции, да, а потом уже думать о каких-то более серьёзных вопросах. Если после острого ковида отмены леквиста появляется боли в области сердца, а при вознагновении леквиста перестает возникать, то могут ли они быть ишемического характера, или надо проверять состояние коронарных сосудов? Ну, и леквист у нас антитромботический препарат, да, если уж на вопросе бы говорили об антиагрегантах, об отмене антиагрегантов, что ишемические изменения возникали на фоне этого, это было бы как-то более, что ли, соответствовало реальности. Но если они возникают, если есть признаки, пожалуйста, нагрузочные пробы, диагностика ишемической болезни сердца, есть ли там вообще субстрат ишемической болезни сердца вот такого пациента, нагрузочная проба будет положительной, тогда уже дальше решать вопрос о, конечно, по-моему, через кожную коронарную. Я бы сказал, что при ковиде и постковиде очень много кардиологии, а совсем не станокардия. Вообще хотелось бы, если уж вы пишете про станокардию, давать ее четкую характеристику клиническую, да, потому что кардиологический синдром совершенно никак, может быть, не связан с ковидной тематикой. Так, если у пациента 34 года в стадии острого ковида периодически возникает колющая боль в область сердца, ССС-120, какие могут быть причины? Необходимо ли проводить профилактику антиакрегантами, антикоагулянтами, как долго? Острый ковид, ну, это то, о чем я говорил в докладе. Стресс для организма, так или иначе, воспалительный стресс, психоэмоциональный стресс, и, безусловно, тахикардия на фоне острой вирусной, острой респираторной инфекции возникать будет. Это, вот если на первую часть вопроса отвечать, какие причины? Причины, естественно, здесь в том числе и ковид. Мы, правда, не знаем сопутствующие заболевания у данного пациента, может, там еще есть какие-то другие нозоологии. Необходимо ли проводить профилактику антиагрегантами и антикоагулянтами, и как долго? Но антикоагулянты, они входят так или иначе в терапию пациентов с COVID-19. Антиагреганты только по указаниям. При наличии у пациента уже сопутствующей ишемической болезни сердца, тогда подключаются уже антитромбоцитарные препараты в такой ситуации. Причины... Я все-таки хочу заметить, простите, что я перебиваю, все-таки колющие боли в области сердца, это, опять же, кардиология на 99,9 периоде, да. Все-таки станокардия, она другого характера. Поэтому профилактика тут надо разбирать. Это же очень просто разобраться. Вот для этого точно не надо никаких супер-пупер больших лабораторий. Так, нормальная, даже низкая большинство, тахикардии 100-120. Ива Бродин под вопросом. АД нормальная и даже низкая у большинства. И тахикардия 100-120. Ива Бродин. Ну, я несколько не понимаю вопроса. Ну, что, низкая у большинства. Есть у нас бета-блокаторы. Все-таки бета-блокаторы-то они являются, ну, теми препаратами, которые имеют большую доказательную базу. Те препараты, которые доказали свой пульсурежающий эффект. Есть разные дозировки, которые не влияют на артериальное давление. Все-таки в большей степени оказывают на влияние на частоту сердечных сокращений. Я бы все-таки в такой ситуации остановился на тех препаратах, на препаратах первой линии, которыми являются бета-блокаторы. Ива Бродин, но в тех ситуациях, когда бета-блокер мы назначить не можем. Допустим, бронхиальная астма у пациентов. Абсолютное противопоказание для назначения бета-блокаторов. Да, пожалуйста, Ива Бродин. Так, в рамках постковидного синдрома отечность нижних конечностей. Что рекомендуется назначить? Слушайте, ну, мне кажется, что так по телевизору не лечат. Ну, честное слово. Отечность, конечности. Трепетание предсердия почти всегда РЧА. Ну, я вряд ли с этим тоже соглашусь. Там левая предсердия, надо смотреть, прежде всего, конечно, объем. Ну, наверное, но все-таки так же нельзя. Много пациентов в 30-45 лет, то есть, ковид отмечает повышение пульса 90-100 в обычном состоянии без блюлевого синдрома. Нужно ли начинать терапию или немного подождать на седатив? Ну, по-моему, вы только что ответили на такой же вопрос, да? Ну, если он беспокоит субъективно пациента в пульс, ну, в принципе, пульс высокий. Нужна пульсоряжающая терапия все равно такому пациенту. Нужна, нужна. Ну, ждать тут особенно нечего, потому что они, в общем, как правило, это чувствуют. Седативные. Ну, седативные бы не знаю, я не стал бы седативными. Ну, седативные бы не знаю, это как-то совсем не в ту степь. Чего? Особенность течения лечения пусковидного синдрома привитых пациентов, с повреждающими действием спайк-белка, по вашему опыту, есть ли принципиальные моменты? Ну, давайте, может быть, мы это оставим на мою лекцию уже. Да? Давайте, какие-то вопросы еще, Алексей Иванович, есть? Какие дозировки бета-блокеров не влияют на АД? Ну, минимальная, да, то, что у нас есть 2,5 миллиграмма, все-таки она в большей степени оказывает влияние на пульс, оказывает пульсоряжающий эффект, минимальная дозировка. Ну, вообще, если я правильно помню, бета-блокаторы тетруемые препараты. Да, то есть это все равно подбирается у конкретного человека. Так, ну, хорошо, тогда спасибо большое. Спасибо.